Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают сказала, ладно, там разбираться это очень долго, мне жалко людей, понимаете, вы люди беспомощные. Они дом опечатывают. На каком основании? Я представитель собственника, я официально заверяю им, я разъясняю им, что без вашего согласия они дом не опечатывают. Вот будет угроза жизни. А если вас заберут куда-то без вашего согласия, это уже похищение человека. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Маргарита Сергеевна. Маргарита Сергеевна, вы здесь как давно находитесь? Ну, давно уже. Вы как вам здесь, расскажите, как вы здесь живете, как себя чувствуете? Хорошо, иногда не так хорошо. А что не нравится? Не нравится, дешево. Ну, я так не могу сказать. Вот тогда вот с этим делом. Значит, будьте добры. Я прошу вас, мою мать не снимать. Ну, прошу, мы просто разговариваем. Еще раз говорю, человек недееспособный. Скажите тогда, как вот вы... Мы пришли разобраться. Как себя здесь чувствуют? Как нравится, не нравится здесь? Скажите на это, мам, иди, ты простынешь. Иди, тут холодно. Куда? Вон, в комнату сидит. Иди туда пройдем. Можете тогда вы нам сказать? Да ты не ходи. Из меня не уходи. Да куда это я из тебя выйду? Понятно. Вы поймите, что сюда определяют людей не потому, что кому-то это хочется или кто-то что-то не хочет делать. Человек больной деменцией. Сама за собой она ухаживать не может. В социуме жить она тоже не может. Устроить ее в государственное учреждение. Это надо как минимум полгода простоять в очереди. А то и больше. Мы очень благодарны тому, что вот это учреждение сначала нас приняло. И так, как они вот говорили, я думаю, что это сделали. Ей 92 года. Сейчас, вот как мне вчера сказали, мы принудительно, добровольно вас отсюда выселим. Куда? На улицу? 92-летнего человека? По-моему, это в концлагерях. По-моему, там сарай какие-то были. А это что, своих граждан таким образом обращаться? И на основании чего? Почему? Значит, она здесь в гостях. Это получается гостевой дом. Да, мы за это платим. Сколько вы платите, скажите, пожалуйста. Сколько вы платите? Я не собираюсь вам это говорить. Ну, скажите вы, как здесь вам вообще? Как вам уход, питание, отношения? Да, нормально. А почему плачете так-то? Поднимаем, поменяемся, не станет. Скажите, что вам здесь не нравится? Все нравится дома, хочется быть. Никому не пожелаю. А чуть-чуть на моем месте. А у вас есть дети, внуки? Нет. Никого? Вы одна? Ничего нету. Ну, телевизор забрали в другое место. А гулять мы же лежачие. Вы не ходите, да? Нет. Вас не выводят, не вывозят? Нет. Нет. Когда вы последний раз были на улице? Здесь ни разу не была. Когда из корпуса в корпус только переносили, перевозили на коляске. Тогда... Видели, какие лестницы? Разве можно по таким лестницам водить? Ну, вы летом ни разу, то есть вас летом... Я уже два лета не видела. Я не видела. Правда, вы два лета не ходили? Я не видела. Вот, правда, дважды к стоматологу возили. Вот это и все. По поводу того, что устраивают им прогулки или не устраивают, прогулки в обязательном порядке входят для тех, кто может самостоятельно передвигаться. Если вы заметили, в том помещении, в которое вы заходили, есть балкон, то есть у них они могут свободно выйти, подышать свежим воздухом. Они не могут ходить? Те, кто не может ходить, соответственно, им помогают. Там таких вот лежачих людей, которые совсем не могут ходить, таких нет. То есть они обманывают? Таких людей не принимают. А вы их поднимаете на веру? Да, безусловно. А там лежит человек, который не ходит совсем, он должен говорить, потому что он просто лежит и дышит. Вот этот человек пришел, это вот мне стало известно буквально минут 15 назад, его привезли уже в сентябре месяце, уже в таком состоянии. То есть его приняли? Его приняли для того, чтобы восстановить. Ну, вот, давайте понимаем, вот эти вот замочки на дверях, и что закрывают снаружи на замок? Кого? Ну, людей, которые есть. Я этого не видел, и это, наверное, нужно спросить у персонала. Ну, как вам здесь, скажите, что вы? Ну, расскажи, день по несколько раз переселяют туда, а сюда, представляете, вам чемоданы в руки, и за сутки там несколько раз, пять переселяют. Настроение, можно сказать, хуже некуда. Почему? Ну, поскольку мы сейчас в взвешенном состоянии, то ли идем, то ли нет, и расстроились отношения с коллективом. Какое, может быть, это, отношение? Какое у них к вам отношение, у сотрудников? Ну, они негативно к нам относятся, поскольку мы, ну, мы не жаловались. Потому что приходится работать. Не мы жаловались. А не мы платим-то им, а платит администрация, а мы-то виноваты, получаемся. Вы бы хотели здесь остаться, или бы хотели отсюда уехать? Ни в коем случае, нельзя оставаться здесь. Мы получили, наше ведомство, информацию от службы судебных приставов о закрытии частного пансионата для пожилых и о необходимости предоставить и решить вопросы жизнеустройства постояльцев, тех, кто будет невостребован своими родственниками. Поэтому мы незамедлительно с самого утра находимся по месту, так скажем, тех событий, которые сейчас происходят. И наша главная задача, мы вместе с нашими коллегами-медиками организовались для того, чтобы провести необходимый медицинский осмотр, поскольку нам это необходимо для решения вопросов дальнейшего жизнеустройства. Согласно состоянию здоровья постояльцев, они будут либо сейчас госпитализированы, либо, так скажем, им будут представлены места в одном из социально-реабилитационных учреждений Саратовской области. Субтитры подогнал «Симон»